Стадион Гастелло будет восстановлен. Такое решение после покупки старейшей спортивной арены Мурма приняла администрация округа. Напомним, стадион, который был построен горожанами в 1922 году, долгое время принадлежал железной дороге. Несколько последних лет спортивный объект был закрыт и постепенно пришел в негодность. Каким должен стать стадион, обсудили в администрации округа. Первые наброски к проекту оформления входной группы стадиона первыми увидели те, кто на протяжении почти двух лет вел трудные переговоры с собственником спортивного объекта. Договориться с руководством РЖД и выкупить арену удалось только в 2016 году. Внебюджетные средства на это привлек депутат Государственной Думы Игорь Гошин. Несмотря на то, что самый сложный период с судьбе стадиона пройден, впереди еще большая работа по его восстановлению. На ремонт потребуются значительные средства. В этом вопросе администрацию округа вновь поддержал депутат Государственной Думы Игорь Гошин. Следующая стадия сделать так, чтобы и на муниципальном уровне, и на областные деньги тоже были проведены необходимые ремонты, так чтобы люди по-настоящему могли стадионом пользоваться. Здесь нет сомнений, удастся или не удастся. Теперь уже точно удастся. Самый сложный этап пройден. Теперь важно провести ту работу, которую мы можем провести, которая доступна и городу, и области, и по-настоящему довести эту работу до завершения, чтобы стадион Гастелло не только принадлежал городу, не только принадлежал народу, но им еще люди пользовались, и это приносило всем семьям, детям, взрослым и радости пользу. По словам главы округа Муром Евгения Рычкова, архитекторам поставлена задача продумать концепцию внешнего облика Гастелло с учетом эстетических и практических требований. До начала реализации всех задумок лучший вариант оформления входной группы, как это принято в нашем городе, выберут сами жители. Каждый желающий житель города может посмотреть их, оценить и высказать за то или иное предложение. Также можно будет и свои предложения дополнительно ввести, если мы что-то не учли. Но вот такое решение принято нами вместе с Игорем Николаевичем и Гошиным. И, кстати, мне не пришлось его долго убеждать. В общем, такие же подходы в работе, как у меня. Мы вместе считаем, что любое решение нужно всегда принимать не кулуарно в кабинете, а обязательно связаться с людьми. Уже завтра три эксклюзивных проекта будут опубликованы на сайте www.evgenieruchkov.rf, где и пройдет народное голосование. Ольга Кирешина, Александр Барсуков, Новости Муром.